МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины меньшины на нашем канале. У студии Рына Смольская. Витаю вас и сегодня в выпуске. Совесть со столицей. Затвердженные генеральные планы городов-подорожников. С точки зрения архитектуры, это предполагается города нового типа. Кали-минус смиротно небеспечный. На меньшине с початку зимы поджастились выпадки обморожению. От холодовой травмы человек может, конечно, в первую очередь погибнуть. Профессия як призвание. 19-го студеня свято означают супрацовники МНС. Работа состоит, главное в том, чтобы снизить количество гибели людей на ноль. Виктория Свирская сустрелась с людьми от важной профессии. В Беларуси затверджены схемы комплексной территориальной организации областей и генеральные планы городов-подорожников. На меньшине это Дзержинск, Заславль, Логойск, Рудинск, Смолявичи и Фанепаль. Отповедный указ подписал президент Александр Лукашенко. Вызначены приоритеты социально-экономичного развития особных территорий, инженерно-техничной и транспортной инфраструктуры. Реализация генеральных планов развития городов-подорожников будет саденичать взаимозвязанному развитию городов-центров с выкористанием социальной инфраструктуры городов-подорожников для поляпшения обслуговывания сельского насельництва, а так само повысить инвестиционный климат столицы за кошт поширения выбору инвест-пляцовок, які забеспечены прационными ресурсами и належной инфраструктурой. В первую очередь развитие городов-спутников – это Смолевичи и Рудинск. В общем-то, предполагается в Рудинске строительство около 80 тысяч населения. Четыре остальные города – это Заславль, Логойск, Дзержинск и Фаниполь – преимущественно будут развивать Минский облсполком. С точки зрения архитектуры, это предполагается города нового типа. Молодежь может туда переселиться, если дадут жилье? Может. Что там не хватает? Это, во-первых, благоустройство, во-вторых, сфера соцобеспечения. Я имею в виду кафе, рестораны, бары. Ну и учебные заведения. Если там можно построить том же Рудинске учебное заведение, то почему там не учиться и жить, не работать? Солодкий экспорт все лета на Миншине планует повеличить долю поставок товаров за мяжу. Предприемства в области активно проводят диверсификацию рынка у сбыту и поширают географию супрационництва. Новые партнеры изъявились и у вянецких вытворцев. Проконцы минулого года цукерки, вырабленные на Воложенщине, у першиню поставили у Сербию. Больше того, на фабрице обновили каля 20% ассортименту. Сярод новых видов цукерок и айчинные аналоги за межным прессмаком. Зараз на фабрице могут выраблять до 35 тонн цукерок что день. Подалечить объемы в творчестве стало максимум после модернизации, которую провели пару годов тому. Отдел маркетинга изучает спрос покупателей, их вкусы. И, естественно, потом мы в общем составляем план и намечаем, что мы будем именно разрабатывать. Это касается в основном низкокалорийной продукции, ну и с использованием каких-то натуральных продуктов. В этом году мы внедрили 4 наименования карамели с использованием натуральных экстрактов трав. Все задачи, которые мы ставили перед собой, они достигнуты. Конечно, есть еще куда двигаться дальше. В оборудовании есть еще ресурс для развития, для новых видов, для нового типажа продукта. Кали-минус смиротно небеспечный. На меньшине с початку зимы почастились выпадки обмороженьев. Только из Нового года в регионе с диагнозом перохолоджения и обморожения у лякарни поступило больше за 30 потерпелых. Не обошлось и без охвяр. Загинули 3 человеки в Пуховицком, Слуцком и Логоцком районах. С наибольшь складанными выпадками працуют специалисты областной клиничной больницы в Боровлянах. С початку года за обморожениями сюда поступило столько пациентов, сколько было за весь минулый год. Медики звертают увагу наибольшь уразливые для морозов. Руки, ноги, открытые частки тела. Так само утрапить в больницу можно и при плюсовой температуре, калина в улице, высокая вильгость и моцный ветер. Головная парада. А про нацепы на дворье, не грыться алкоголем и не переоценивать свои силы. От холодовой травмы человек может, конечно, в первую очередь погибнуть. Грубо говоря, если он просто уснет на морозе и рядом не окажется ни того, кто его просто разбудит и доставит теплое помещение. Данного пациента, которого перевели к нам с Крупской ЦРБ, получается, он отморозил две кисти рук и две стопни. Ему грозит ампутация двух рук на уровне нижней трети предплечья и двух стоп на уровне голя. Человек, получается, еще вчера он был здорово, а социально адаптированный через месяц, через полтора, он глубокий инвалид. Почему я не мог идти домой, чувствовал адскую боль в коленях? Шаг два пройду, валюся, шаг два пройду, валюся. Лучше мороз зома садеть, никуда не ходить. Акверуюсь собой, уймя нашей бяспеки. 19-го студене профессийное свято означают супрацовники МНС. До этого дня выратовальники меньшины подышли со значными досягнениями. Так, летось у в области знижена колькасть пожару и гибели людей у агни, причем дятей у черным списе забранных полымем життю нема. Полепшилась оснащенность подразделения у сучасным обсталяванием и узброением сродками индивидуальной обороны. Меж тем, оглядывающиеся на досягнение и поспехи, выратовальники ставят перед собой еще больше высокие задачи. Виктория Свирская сустрелася с людьми от важной профессии. Ксюмая студене минулого года. Поведомление об задымлении у подъезде жилого дома. Два потерпелые – мужчина и женщина. Их Вадим Буйко разом с коллегами поспел выратовать. Я понимаю, что в вашей службе очень важно чувствовать плечо. Да, взаимовыручки. Кто идет с тобой сзади. Потому что профессия не для слабых. Потому что проверяются люди, сразу видно человека. Дмитрий Гончарук и Александр Диалендик несколько месяцев тому выратовали двоих, сбогненных по лону. Меж тем, яны степло кажут, что это просто их праца и обовязок. И мара, которая здесь неяснилась. Одинаковых выездов не бывает. Везде приходится рисковать. Для меня нравится работа, спасение людей, в первую очередь. Мечта детства. Накольки оперативно пробудут выратовальники на место здоровья, залежат и от водителей, которые ведут, что худка – это без порушения правилов дорожного руха. Навыки знать район выезда и быстро прибыть. И умение водить машину по правилам, чтобы не нарушать нигде. И Вадима Буйко, и Дмитра Гончарука, и Александра Диалендика на приконце минулого года ознагородили замужность и героизм за гадом Министерства по надзвычайных ситуациях. Для них этот год стал особливым, мечтым, как и для вратовальников всей области. В столичном регионе изменилась количество пожаров и загинулых в огне. Сирот потерпел их диатей не ома. Только по Солигорскому районе за оплошнее пять год у сгорания стало меньше на шверть, а колькость загинулших снизилась у пять разов. Работа состоит, главное в том, чтобы снизить количество чрезвычайных ситуаций, снизить количество гибели людей на ноль. Все субъекты профилактики приложат максимум усилий, для того, чтобы достичь этот результат. Еще не на узброении вратовальников в области сучастная техника. К мечтым познайомиться с ее можно просто в кабинете у Владимира Яфанкова. 26 экспонатов. Это хобби из чрезвычайства. Когда дома у Таты была великая коллекция разных автомобилей. Вот это первый такой, наверное, автомобиль. Это не точная копия. Это дело рук мастера, видение его нашей службы, отдыхая вместе с семьей на море. Зайдя в один из магазинов, я увидел, там продается вот такой коллекционный автомобиль. Ну, вы знаете, конечно, человек, который в профессии пожарной, человек, который увлечен своей профессией, я не мог пройти мимо. Ну, если для примера сказать, вот последний автомобиль, который был приобретен, значит, в Минске, это вот автолестница. Практически точная копия нашего автомобиля, который и сейчас находится в боевом расчете. Когда посмотришь на эту коллекцию, когда увидишь, что находится на вооружении, спокойно становится за, в целом, за наших людей. Говорит о том, что действительно страна находится в безопасности. Как начинается день вратовальника, и за кольки секунд супрационники МНС сбираются на место здоровья. Про всех это молодшим школьникам расскажут юные пожарные. Миновата Яны первая помощники МНС в школах и детячих садках. Мне нравится, ну, помогать людям. Я люблю, мне нравится эта профессия. Я, когда вырасту, тоже хочу пойти на спасателя, потому что, ну, меня это привлекает. Это очень важно, чтобы маленькие, даже вот в столь раннем возрасте, они как-то могли за себя постоять, чтобы, если что-то и произойдет, конечно, лучше, чтобы не происходило, но если вдруг, то они должны как-то защитить себя и обезопасить. У свою профессийное святое Яны примают в иншаванне, а ли не отпочивают лейхнем охвелин вольных от службы. И каждую секунду Яны готовы прийти на допомогу. Но за такую одвагу и отданность мы можем отдячить одним, берахчись обе и своих близких. Виктория Смирская, Илья Максимов, Минщина. И на этом у меня не все. Доброго вам настрою и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин